Тема урока «Окружность. Построение циркулем и линейкой». На этом занятии мы сформулируем, что такое определение, дадим определение окружности, выясним, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности, узнаем, какие задачи на построение можно решить с помощью циркуля и линейки, без масштабных делений. В математике встречаются предложения, в которых разъясняется смысл того или иного названия или выражения. Такие предложения называют определениями. Дадим определение понятию окружность. Окружностью называется геометрическая фигура, состоящая из всех точек плоскости, расположенных на заданном расстоянии от данной точки. Данная точка, назовем ее точка О, называется центром окружности. Отрезок, соединяющий центр с какой-либо точкой окружности, называется радиусом окружности. Таких отрезков можно провести много, например, ОА, ОБ, ОЦ. Все они будут иметь одну и ту же длину. Отрезок, соединяющий две точки окружности, называется хордой. МН – хорда окружности. Хорда, проходящая через центр окружности, называется диаметром. АБ – диаметр окружности. Диаметр состоит из двух радиусов, значит, длина диаметра в два раза больше радиуса. Центр окружности является серединой любого диаметра. Любые две точки окружности делят ее на две части. Эти части назовем дугами окружности. АНБ и АМБ – дуги окружности. Часть плоскости, которая ограничена окружностью, называют кругом. Для изображения окружности на чертеже пользуются циркулем. Окружность можно провести и на местности. Для этого достаточно воспользоваться веревкой. Один конец веревки закрепить на вбитый в землю колышек, а другим концом описать окружность. В геометрии многие построения можно выполнить, пользуясь только циркулем и линейкой, без масштабных делений. С помощью только линейки можно провести произвольную прямую, также произвольную прямую, проходящую через данную точку, или прямую, проходящую через две данные точки. Циркуль позволяет провести окружность произвольного радиуса, также окружность с центром в данной точке и радиусом, равным данному отрезку. Отдельно каждый из инструментов дает возможность сделать простейшее построение. А вот с помощью этих двух инструментов можно уже выполнить более сложные операции. Например, решить такие задачи на построение, как построить угол, равный данному, построить треугольник с данными сторонами, разделить отрезок пополам, через данную точку, провести прямую, перпендикулярную к данной прямой. Рассмотрим задачу. На данном луче от его начала отложить отрезок, равный данному. Решение. Дано луч ОС, отрезок АВ. Необходимо построить отрезок ОД, равный отрезку АВ. С помощью циркуля построим окружность радиуса, равного длине отрезка АВ с центром в точке О. Эта окружность пересекает данный луч ОС в некоторой точке Д. Отрезок ОД – искомый отрезок. Итак, на этом занятии мы сформулировали определение окружности, центра, радиуса, хорды и диаметра окружности. Познакомились с задачами на построение, которые можно решать с помощью циркуля и линейки.